Здравствуйте! Нелицеприятная тема, но тем не менее я долго сомневался, выкладывать ли это в сети или нет, но решил, что должно это все выложено. Сразу скажу, что это лишь мои догадки, чтобы МШ не подал на меня в суд, так что если это не так, то извини, Андрей. Но тем не менее, тем не менее, видео я считаю довольно-таки нужным, поскольку надо поразмыслить над некоторыми вещами и страницами его биографии. Ну, все мы знаем, что два года назад от него ушла жена. Как рассказал нам сам Андрей на его канале, она ушла лишь потому, что не выдержала его сталки, то есть путешествия в различные города в весе России, не только России и Европы. Это правда, но это лишь только одна из частей той правды. Давайте-ка начнем. Ну, заметьте, да, что Андрей, Андрей, ну тут правда уже нет, но тут вот были по Чехии путешествия, да, были путешествия по Латвии. Ну, в Чехию понятно, зачем он ехал, я сейчас не буду это искать, но вы сами, уважаемые телезрители, погуглите, найдите стрим, где он там был в Нальчике в компании друзей. И было четко и хорошо видно, что он пьяный. И, то есть, жена, ну, не стоявшая его супруга, ну, будем назвать его невеста, запрещала пить. И он ездил от нее куда подальше, лишь то, чтобы побухать с друзьями. Ну, а вы скажете, Андрей, бухарик, как так, не верю, пятое-десятое. Но, тем не менее, это далеко не все. Все мы... Тут надо понимать вот что. Что супруга Андрея, она ведь его не разлюбила. В противном случае она бы прервала свою беременность. Это вот надо четко и хорошо ясно понимать. Да, если, значит, человек тебе противный, если он не подходит тебе, как ты считаешь, то я не вижу логики в том, чтобы выносить, а потом кормить, а потом растить его ребенка. Я в этом не вижу никакого вообще смысла. Если только, конечно, она его не любит до сих пор. Давайте-ка еще поразмыслить на тему, как его там прессовали Азов в свое время. Он сделал большое видео по этому тему. Вот оно есть на его канале, да, вот оно. Вот, пожалуйста, как им шавки в Азов повязал, пятое-десятое. Ну, после его сталки стал по Припяти. Ну, в общем, повязал и повязал. Так видео ничего конкретного не содержит, но есть один фактор. Вот вдумайтесь. Андрей, по нашим меркам, довольно-таки известный человек. И, конечно же, руководство Украины, в частности, Александр Турчинов и другие, должны от этого ареста, конечно, возник, ну, извлекать максимальную выгоду. Однако они не просто не извлекли выгоду, они его отпустили. Просто так. То есть, то есть, все-таки, тут два. Тут есть несколько вариантов, почему его отпустили. Могли, значит, скажу, что могло бы быть. Его могли, ну, он был бы там, где у Азова там, тюрьма, я не знаю. Ну, в общем, короче, он мог бы там, в Киеве, сидеть до того момента, так как киевская хунта, как говорит Киселев на канале Россия-1, его не обменяла на кинорежиссера Сенцова. И, заметьте, что МШ повязали именно в тот момент, в тот момент, сейчас, 18, ну, не в тот момент, ладно, не. Да, и когда война на Донбассе? Когда война на Донбассе, когда Россия вторглась на Донбасс, и, собственно говоря, думаю, что его завербовали у службы безопасности Украины. Кому-то может показаться эта теория слишком, ну, что ли, ух, по-киношному, и там, допустим, попахивает в теории большого заговора. Я скажу, что есть такая фраза, не помню у кого, но шикарная фраза, если вам кажется, что за вами следят, это еще не означает, что у вас паранойя. Да, и дальше, дальше мы видим, сейчас я переношу это на новое его видео, значит, Выборг, Светлогорск, да, пограничные территории Российской Федерации, значит, потом по реке Истросплав, где Истринское водохранилище находится, находится Чехия, пожалуйста. Кстати говоря, я сначала действительно, ну, я озвучил эту версию, я сначала думал, что он там едет, там, с группой или один, что ему жена запрещает бухать, и он едет король. А на самом деле все намного интереснее. Находится в Чехии, как мы все знаем, находится штаб-квартира Радио Свободы и Голос Америки. И это, Вы, как понимаете, неспростое совпадение. А все вот эти вот поездки, это лишь отвлечение внимания. На самом деле он туда, конечно же, ездил за деньгами, но все мы понимаем, что СБУ сейчас подконтрольная ЦРУ, да, и поэтому, в общем, ездил за деньгами от его кураторов. Ну, дальше, да, какая задача стоит перед Мшой? И он перед Мшой. Значит, он ездит по городам и весь, ну, я уже это озвучивал, да, это Вы сами знаете прекрасно, и собирает различную информацию. Причем, что это не обязательно какие-то уж секретные документы, каких-то уж секретных чертежей и секретных разработок. Но, тем не менее, все мы знаем, что Центральное разведывательное управление отличается особой дотошностью. Даже в свое время было опубликовано то, что ЦРУшники собирали анекдоты, которые рассказывали в Советском Союзе. То есть, Вы понимаете. Дальше, иной шпионской деятельности, это не только его. Да, жена, видать, была патриоткой. Да, и поэтому они разошлись. Ну, давайте-ка дальше идем. Значит, последняя... Ой, я не туда зашел, ладно. Сейчас, последняя запись. Сейчас, это не туда. Значит, это самое. И последняя его запись. Пожалуйста, едем. Тормозят гать, но гаишники... Не-не, подождите, это не то. Вот, решив схватить приключение, рванул автостопом в сторону Москвы. Сейчас иду с двумя узбеками. Да, мы все прекрасно понимаем, понимаем, что в Узбекистане. Ковры шьют? Нет, чай вырастает. Но для кого-то чай, для кого-то нет. Контрабанда наркотиков. Да, и еще любопытная деталь про его, ну, вы знаете, там, на трейлере, на лайв-канале ШАМ, Лишневая Девятка. И такие автомобили, на них легче всего перевозить на коту. Почему? Потому что, если машина будет незаметная, то вот как раз-таки ее и будут... Ну, сейчас у нее нет, сейчас у него нет такой машины, но, тем не менее, тормозят гаишники. А розовый Девятк тоже могут тормозить, но весь фокус в том, что там такого в Девятке багажника, такого большого, нет. И гаишник мог подумать, ну, что с них брать, они просто едут там в багажнике. Нет ничего, зачем я их буду проверять? Ну, а мало ли, что там она вишневая или серо-буро-малиновая. А то, что она вишневая, конечно, это вишневый цвет, это родом 90-х, это обозначение, что ли, такой-этакой крутости. Ну, мы все понимаем под словом крутости, я имею в виду, конечно же, бандитизм. Ну, МШ не бандит, это ясно, но, тем не менее, тем не менее, не исключаю факт, что он сотрудничает с различными и криминальными структурами, являясь агентом то ли украинских спецслужб, то ли американских. Да, это слишком смелая теория, да, она выглядит крайне непродоподобно, но, тем не менее, тем не менее, вот в истории есть некоторых фактов в шпионской деятельности, о которых вы ни за что не подумали, самый яркий, из них, безусловно, Гарри Гудиль, знаменитый фокусник, работал на центральное разведочное управление, он там ездил по Европе, давал спектакли, ну, а в трейлерах, в его концертной программе вовсе там был не свет, ни звук, ни декорации, подозначенные для шоу, а шпионское оборудование. Такие вот, друзья мои, дела обстоят. Ну, лично мне, лично мне нравится, нравится, безусловно, его канал, Urban Tourism Life, мне не очень нравится, и... да, вот так вот. Спасибо за внимание.